Проблема с запуском. Появился у вас в Твиче сигнал или еще нет? Появился. Прекрасно. Ну тогда давайте здесь я отключаю. И перехожу уже непосредственно к нашему дорогому и горячо любимому Твиче. Сегодня мы с вами, как я и обещал, начнем вторую часть нашего курса. Вторую главу. Так и запишем. Глава вторая. Обыкновенные дифференциальные уравнения высших порядков. Мы уже очень много говорили о дифференциальных уравнениях первого порядка. Научились решать целый ряд различных типов уравнений. Может даже когда-нибудь мы нарисуем график, который соединит стрелочками все возможные типы уравнений. Какие уравнения к каким сводятся. Как они друг с другом взаимосвязаны. Но сегодня мы должны наконец-то поговорить и о более интересных ситуациях. А ситуация, которая сплошь и рядом возникает в различных физических задачах. И не только физических. Физических, биологических, популяционных задачах. Задачах, связанных с экологией. То есть с поведением биосистем. С изменением популяции различных, скажем, хищников и жертв. И их взаимозависимости друг с другом. Вот практически все эти и многие другие системы. Включая, скажем, системы, описывающие поведение волн в гидродинамике. Системы, описывающие поведение атмосферных волн, опять же, в газах. Поведение частиц элементарных. При помощи описывающихся уравнением Шрёдингера. Или материальных, крупных объектов. Описывающихся, соответственно, либо законами Ньютона. Либо общей теорией относительности уравнений Мейнштейна. Если речь идет о релятивистской теории. Вот практически все они описываются дифференциальными уравнениями. Но в эти уравнения входят не только первые, но и вторые. А в некоторых случаях и более высокие производные. Вот давайте попытаемся понять. Что можно сказать хорошего, интересного и нового о уравнениях высших порядков? Ну, естественно, следует начать с определения. Что мы будем называть уравнением высших порядков? Так, значит, первое. Давайте определение. Уравнение вида. Возьмем какую-нибудь функцию, назовем ее буковкой F. Пусть это будет некоторая непрерывная функция. Предположим также, что это будет функция многих аргументов. В частности, она будет зависеть от х, от у, от первой, второй и так далее. Производных вплоть до n. Обратите внимание, что когда я пишу в показателе индекс, заключенный в круглые скобки, это означает, что это, я говорю не о степени, это не у в степени n, это у, от которого взята n-тая производная. Например, четвертая или восьмая производная. Так вот, и это равно нулю. Соответственно, как я уже сказал, под буквой F, как правило, рассматривают непрерывные функции. Непрерывные на области определения функции. Это уравнение называется Дифференциальным уравнением n-того порядка. Ну и, соответственно, как вы легко можете видеть, самая старшая производная из всех входящих в это уравнение и обеспечивает, дает имя, собственно, порядок всему уравнению. То есть, можно в скобках заметить, что порядок старший, самый старший производный называется порядком всего уравнения. Называется порядком всего уравнения. Скажем, если у вас самый старший производный является третья, то у вас и уравнение будет уравнением третьего порядка. Там, скажем, в качестве примера. Вот уравнение, которым я сейчас занимаюсь с коллегами-биологами из университета Лозанна в Швейцарии. Это уравнение вот такого вот вида. r, y, 2 штриха плюс d, y штрих плюс дельта, y равна f. Где r, d, дельта и f это все действительные константы. Вот очевидно, что это дифференциальное уравнение является уравнением Каким? Какого порядка? Третьего. Совершенно верно. Если, кстати, вкратце, вот это уравнение описывает динамику количества нуклеотида, одного из нуклеотидов, например, аденина, в митохондриальной ДНК со временем вследствие спонтанных мутаций. Если у нас как-нибудь будет время, я могу подробнее рассказать о том, что это за задача и откуда это уравнение возникает. Оно интересное. И оно работает, как мы совсем недавно проверили на нескольких моделях. Моделях холоднокровных и теплокровных рыб. Это дает совершенно правильные предсказания. Текс. Ну, давайте теперь, посмотрев на уравнение, уравнение 1, понятно, что, как правило, удобнее работать не с какой-то, не с нашими, не с уравнением, в котором все производные от неизвестной функции сидят внутри какой-то другой функции. Удобно бывает, если это возможно вообще, выделить из этого уравнения эту самую старшую производную. Это можно записать, как продолжение нашего определения, второе определение. Если уравнение 1 разрешимо относительно старшей производной, относительно y, от которого взята n-т-я производная, то есть его можно переписать. А, да, пардон. То есть его можно переписать в виде... Значит, представим себе, что мы разрешили наше уравнение, то есть мы не нашли решение в виде функции y, но мы смогли выразить из этого уравнения самую старшую производную. Тогда эта старшая производная будет какой-то другой функцией, я ее обозначу буквой f маленькая, от всех остальных аргументов x, y, y штрих и так далее вплоть до n-1 производной. И вот это получившееся уравнение 2, то такое уравнение называют уравнением n-того порядка нормального вида. То такое уравнение называют называют нормальным дифференциальным уравнением n-того порядка. Или дифференциальным уравнением n-того порядка нормального вида. н-того порядка н-того порядка во все оставшееся время от нашего семестра мы с вами будем работать с уравнениями нормального вида. Как мы с вами увидим, даже если мы будем обращаться только с уравнением вида 2, а не более общего вида 1, даже тогда у нас будет масса вещей о чем поговорить и масса очень интересных нетривиальных проблем с этими уравнениями. Потому что уравнения высшего порядка значительно более хитры и интересны. Ну и естественно, именно поэтому очень хорошо, что именно уравнение высшего порядка описывается наблюдаемая нами реальность физическая. Иначе все было бы совсем просто и скучно. Ну, давайте поговорим теперь про то, как, собственно, можно работать с этими дифференциальными равнениями. Программа минимум для нас заключается вот в чем. Мы знаем, что в уравнении дифференциальных уравнениях первого порядка существует несколько типов решений. В частности, у нас существует общее решение и существует частное решение, которое является решением задачи Каши. То бишь, самого уравнения плюс начальные условия. Нам нужно понять, существует ли такая классификация для уравнений высших порядков. То есть, по логике вещей там тоже, поскольку уравнение высших порядков это уравнение, в которое входит производный, значит, по идее, для того, чтобы найти неизвестную функцию, которая под этими производными сидит, мы должны делать, брать интегралы. То есть, у нас, очевидно, будут тоже возникать какие-то произвольные константы. То есть, что-то типа общего решения у нас тоже должно возникать. Но вот каким видом оно должно обладать? По логике вещей сразу же понятно, что там должны возникать несколько констант интегрирования. Но будут ли эти константы связаны друг с другом? Или наоборот, они должны быть независимы? И как из этих констант, как эти константы можно будет посчитать, связать с начальными условиями? И сколько этих констант должно быть? Вот ответ на этот вопрос он очень интересен. проще всего исследовать. Есть несколько способов на него ответить. Вот самый мой любимый и самый, наверное, наглядный заключается в следующей теореме. Давайте ее запишем. Теорема. Теорема звучит очень любопытна. В особенности для нас, людей, искушенных в дифференциальных уравнениях первого порядка. Смотрите, как она звучит. Любое дифференциальное уравнение вида 2, то есть нормального вида, может быть сведено к системе из ровно n дифференциальных уравнений первого порядка. Или иными словами, всякое дифференциальное уравнение n-того порядка эквивалентно некоторой системе уравнений первого порядка. При этом этих уравнений должно быть ровно n. Вот уже сама по себе эта теорема внушает некоторый трепет, поскольку она позволяет нам свести совершенно новый тип дифференциальных уравнений, совершенно неизведанный, к задаче, в общем-то, нам уже известной. но давайте посмотрим, как эта теорема доказывается, откуда собственно это странное утверждение возникает. Оказывается, оно очень легко доказывается, его очень легко понять. Вот как это делается. Давайте представим себе, что мы хотим свести наше единственное уравнение к системе из нескольких уравнений. Что означает, что у нас есть система из нескольких уравнений? Это означает, что у нас вообще говоря должно существовать несколько неизвестных функций. Давайте введем n новых неизвестных функций. Введем n новых функций. Обозначим их для простоты тоже y, но с индексом. И с индексом i, где i у нас пробегает от 1 до n. То есть у нас будет y1, y2, y3 и так далее. Вплоть до y. И нам нужны не сами эти функции, а нас интересует связь между этими функциями новыми нами персонально введенными и старой неизвестной функцией y. Вот давайте свяжем эти функции свяжем их со старой переменной со старой переменной y по следующему правилу. Смотрите, представьте себе, что у нас есть n новых функций. Давайте начнем с y1. И предположим, что y1 полностью совпадает с нашей старой переменной y. То есть y1 это и есть y. Хорошо. Теперь давайте возьмем следующую из нашего набора новых переменных y2. С чем связать эту функцию? Вот идея заключается в том, что y2 мы теперь можем связать с первой производной от y. Это будет какая-то другая функция, потому что в общем случае производная от функции это совсем другая функция, чем сама исходная функция. Скажем, производная например от тангенса x это единица на космос квадрат x. Совсем другая функция. Хорошо. Давайте посмотрим на следующую переменную из нашего набора y3. С чем мы ее свяжем? Ну по логике вещей здесь наверное уже очевидно, что связать ее нужно с y2 штриха и так далее. Давайте пропустим все остальные шаги, запишем только последние два. yn-1 и yn-1 как вы думаете, с чем мы должны связать yn-1? н-2 так y какое? Еще раз yn-2 производная я правильно услышал, да? так отлично и так значит yn-2 а yn-2 соответственно будет производная какая? n-1 n-1 совершенно верно то есть логику вы поняли но она совсем простая мы сопоставляем каждому y производные кроме первого первый y y1 это сама функция ну хорошо пока что мы ничего интересного не сделали просто ввели достаточно простые связки между различными производными от нашей неизвестной функции и вот этим набором новых переменных интересное происходит на следующем шаге вот теперь давайте возьмем и продифференцируем все эти соотношения один раз по переменной x то есть возьмем просто-напросто производные от каждой от левой и от правой частей каждого из этих n-уравнений давайте начнем с y1 чему будет равно y1 штрих просто y1 y штрих но с другой стороны чему должно быть равно y штрих с точки зрения новых переменных y2 совершенно верно итак первое интересное соотношение уже не тривиальное в отличие от вот этого нами заданного нами заданной связки вы оказывается y1 штрих равно просто y2 интересно теперь давайте возьмем производную от второго соотношения y2 равно y штрих y2 штрих тогда будет равно y2 штриха что в свою очередь равно чему y3 совершенно верно мы можем повторять этот процесс до самого конца в частности например y3 штрих будет равен чему y4 совершенно верно и так далее до тех пор пока мы не дойдем до последних двух элементов для начала чему будет равна производная от y n минус 1 y n совершенно верно пока что все идет хорошо красиво и логично но на этом шаге на самом деле нас должна должен зазвенеть тоненький колокольчик тревоги потому что если y n минус 1 штрих равно y n то чему же простите будет равно y n штрих по логике вещей да но у нас нет y n плюс первого у нас только n переменных что же делать ну во первых вспомнить что y n штрих это n производная от y правильно а что мы знаем про n производную от y а вот что мы знаем друзья мои мы знаем что согласно уравнению 2 которое мы с вами пытаемся решить nt производная от y равна вот этой функции f от x y y штрих и так далее вплоть до y n минус 1 правильно с другой стороны это равно чему ну x остается x а вот вместо y поскольку мы заменили переменные мы должны что записать какая у нас новая переменная играет роль y y с каким индексом первым чудесно а y штрих это что такое в рамках новых переменных y2 и дальше мы идем y3 y4 и так далее вплоть до чего каким будет у нас последний аргумент этой функции f y y n совершенно верно то есть смотрите к чему мы приходим мы приходим к выводу что вот это наше исходное уравнение записанное в рамках старой переменной y может быть сведено к системе из ровно n дифференциальных уравнений первого порядка следующего вида во первых y1 от которого взята производная совпадает с y2 y2 штрих совпадает с y3 y3 штрих совпадает с y4 и так далее вплоть до yn минус первого штрих который совпадает с yn а вот yn штрих вот это производная последней нашей функции вот она будет ничем иным как функцией f зависящей от x y1 y2 и так далее вплоть до yn это и есть ровно n уравнений первого порядка что и требовалось доказать вопросы хорошо ну просто чтобы проиллюстрировать этот пример эту теорему давайте рассмотрим какой-нибудь простенький пример ну вот например пусть у нас есть следующее уравнение y2 штрих а равно x y это уравнение кстати какого порядка второго совершенно верно значит по нашей теореме его можно свести к системе из скольки уравнений совершенно верно значит по теореме существуют две новые переменные две новые переменные давайте назовем их опять же y1 и y2 y1 y2 связанные с нашей исходной неизвестной функцией y по правилу y1 это просто y а y2 это y штрих так теперь чтобы вывести уравнение вот эту систему уравнений которая она должна соответствовать кстати давайте эту систему дадим тоже ей номер пусть это будет номер какой там у нас 4 у нас вот эта система была номером 3 а это соответственно 4 итак значит теперь давайте попытаемся сконструировать вот эту систему 4 которая должна быть эквивалентна уравнению y2 штриха равно xy для этого нужно просто продифференцировать вот это один раз по x по переменной x значит y1 штрих будет у нас равно y штрих то есть это будет равно чему какой новый переменной а y2 штрих будет равно y2 штриха то есть чему теперь смотрим на наше уравнение x на y с другой стороны y это старая переменная мы должны от нее перейти к новой y как мы связали с новой переменной какой y с каким индексом x на y 1 да совершенно верно то есть мы получаем вот такую красивую системку y1 штрих равно y2 а y2 штрих равно x y1 так вопросы отлично отлично ну уже с этой системой можно целый ряд интересных вещей проделать например можно попытаться построить приближенное графическое решение этой задачи нарисовав три оси x y1 и y2 и каждой точке получившееся пространство сопоставить соответственно наше решение ну например допустим вы можете стартовать x равного единице y1 равного тоже единице y1 штрих равного скажем минус единица поскольку вы знаете чему будут равны соответствующие производные y2 и y1 например y2 будет равно единичке а y1 будет равно минус единица то вы можете примерно понять куда будет идти дальше ваша кривая из этой точки таким образом вы можете графически примерно построить кривые которые должны будут возникать как решение нашего уравнения это один из графических способов решения дифференциальных уравнений высших порядков часто применяется на практике когда вам некогда или вы не можете решить уравнение целиком аналитически но вам нужно понять как будет график выглядеть второе кстати интересное интересное замечание касающееся вот этого конкретного уравнения вот этой конкретной системы заключается в том что эту систему можно вообще говоря свести к уравнению вообще одному единственному дифференциальному уравнению первого порядка единственному не системе из двух а одному правда это будет уравнение матричное если хотите я могу это показать или пойдем дальше давайте дальше давайте хорошо тогда давайте пойдем дальше и попытаемся понять что нам дает эта замечательная теорема она дает нам очень интересный результат вот смотрите мы с вами теперь знаем что поскольку у нас для того чтобы решить дифференциальное уравнение вида 2 нам достаточно решить систему из ровно n дифференциальных уравнений первого порядка давайте это запишем следовательно для того чтобы решить дифференциальное дифференциальное уравнение n того порядка мы можем опять же не обязательно нам совсем не обязательно следить к системе уравнений как мы с вами увидим в дальнейшем мы найдем и другие способы решения этого уравнения но мы можем мы можем вместо этого решить систему из n дифференциальных уравнений первого порядка представьте себе что у вас есть дифференциальное уравнение первого порядка общее решение этого уравнения будет включать в себя произвольную константу но теперь представьте что у вас не одно такое уравнение а их n штук вопрос сколько произвольных констант у вас возникнет ровно n констант причем эти константы будут возникать независимо друг от друга потому что у нас n различных уравнений правильно а это означает что общее решение уравнения 2 то есть уравнения n порядка должно включать в себя n произвольных независящих друг от друга констант значит и это можно написать тоже как определение общее решение уравнения 2 то есть уравнения n порядка нормального вида имеет вид y равное φ от x c1 c2 c3 и так далее вплоть до cn то есть это общее решение это есть попросту семейство функций параметризованных ровно n произвольными n произвольными и независимыми друг от друга я подчеркну это слово независимыми это очень важно независимыми друг от друга константами вот что такое общее решение дифференциального уравнения n порядка в него должно входить ровно n произвольных констант вопрос вопросы на этом шаге хорошо вот слово независимыми я его специально подчеркнул и наверное имеет смысл пару слов про это сказать что означает что они должны быть независимыми друг от друга и что их должно быть ровно n сейчас я объясню проиллюстрирую это на конкретном примере представьте себе что у вас есть уравнение есть уравнение второго порядка например пусть решение этого уравнения имеет вид ну например x плюс c1 плюс c2 вопрос будет ли это решение общим как вы думаете как бы вы ответили на этот вопрос в принципе хорошая мысль но давайте представим что c1 и c2 это произвольные константы и они независимы друг от друга например и c1 и c2 это любые действительные числа вот в таком случае записанное в таком виде решение будет общим нет ну это сама функция фи это функция фи куда входит x c1 и c2 просто она вот такой вот вид входит оказалось например что у нас эта функция представляет собой просто сумму трех слагаемых такое же может быть правда это ничем не запрещено это вполне возможно ну вот как вы думаете может ли вот такое решение считаться общим в нем по формальному признаку вроде бы да ведь правда в него есть в нем есть зависимость от x в нем есть обе константы причем независимые мы предполагаем что они независимые друг от друга и соответственно мы допустим знаем что это решение действительно является решением нашего уравнения так будет ли можно ли считать это решение вот такую функцию такое семейство функций общим решением удовлетворяющим нашему определению или здесь что-то не так вот как вы думаете звучит как будто может правда оно очень похоже на общее решение оно похоже на него вплоть до степени смешения но у него есть одна неустранимая особенность посмотрите что мы видим во втором и третьем слагаемых это просто сумма правда c1 плюс c2 но если вы берете сумму двух произвольных констант эту сумму тоже можно считать произвольной константой правильно то есть ее можно обозначить просто буковкой c то есть наше решение на самом деле имеет вот такой вид это x плюс просто c согласны ну а теперь опять же я повторяю вопрос мы можем ли считать вот такое решение общим решением уравнения второго порядка теперь уже не можем мы не можем потому что на самом деле выясняется что вот в это решение входят не две функции а одна хотя несмотря на то что c1 и c2 независимы друг от друга но когда мы алгебраически преобразовали наше уравнение выяснилось что они все слипаются в один ком и наше уравнение на самом деле оказывается уравнение наше решение оказывается вовсе не общим решением в нем всего одна единственная константа это не общее решение поэтому и мы с вами еще столкнемся вот с такой ситуацией когда нам придется проверять будет ли решение наше уравнение решение которое мы с вами будем строить общим или нет вот это имеет смысл держать в голове вот это первая особенность уравнений высших порядков нельзя просто так добавить константы как в известном меме нельзя просто так просуммировать произвольные константы и считать что их ровно столько же останется ничего подобного если вы просуммируете 10 20 100 произвольных констант вместе в сумме они дадут одну единственную константу окей вопросы на этом шаге окей ну тогда давайте сказав вот эту важную вещь опять же мы еще столкнемся с вами вот с этой проблемой через несколько лекций когда мы будем говорить про линейные однородные уравнения n-ого порядка но сейчас нас интересует более прикладная задача вот мы с вами выяснили что такое общее решение для уравнения n-ого порядка что это оказывается функция куда входят и x и ровно n произвольных констант и как мы с вами только что обсудили они должны быть таким образом фигурировать в этом уравнении чтобы не получались у нас ни в одном месте суммы из этих констант потому что иначе у нас эти суммы слепаются в единый ком второй вопрос который нас должен интересовать это вопрос о том что если есть общее решение должны быть и частные решения мы знаем что для уравнения первого порядка частные решения являлись отдельными элементами нашего общего решения то есть общее решение состояло из всех возможных частных решений при этом чтобы найти конкретное частное решение вот например как в первом нашем тесте нам с вами нужно было в это общее решение еще подставить начальное значение давайте попытаемся теперь воспользоваться нашей теоремой которую мы с вами только что доказали для того чтобы установить вид того как должны выглядеть начальные условия для уравнения высшего порядка оказывается это тоже очень интересным образом они должны выглядеть теперь теперь найдем частные решения частные решения нашего дифференциального уравнения n-ого порядка очевидно что если мы хотим найти частное решение уравнения n-ого порядка согласно нашей теореме это все равно как если бы нам нужно было найти частное решение n дифференциальных уравнений первого порядка то есть свести задачу к уже известной давайте даже чтобы не быть голословным давайте предположим что нам нужно найти частное решение дифференциального уравнения n-ого порядка в конкретной точке в точке x равном ну например x нулевом окей по нашей теореме это эквивалентно это эквивалентно нахождению частных решений я бы даже сказал нахождению n ровно n частных решений частных решений дифференциальных уравнений первого порядка см систему номер 4 пока пока понятно логика так чудесно но теперь давайте посмотрим у нас наша система 4 я ее еще раз покажу вот как эта система выглядит нам нужно найти частные решения всех этих n-уравнений в эти n-уравнения это уравнение написанное относительно n переменных y1 y2 y3 и так далее вплоть до yn причем каждое из этих уравнений это уравнение первого порядка значит чтобы найти частные решения этих уравнений нам нужно задать сколько начальных условий n начальных условий совершенно верно это в свою очередь означает что нам нужны n начальных условий что нам нужно n начальных условий например нам нужно наложить условия на y1 очевидно в точке x0 давайте обозначим это частное решение какой-нибудь буквой не частное решение пардон начальное условие пусть это начальное условие равно ну например буковкой a1 обозначим например нам нужно далее задать начальные условия на вторую переменную на y2 в той же точке x0 давайте обозначим ее буковкой a2 далее нам нужно задать начальные условия для y3 для y4 и так далее вплоть до последней переменной yn которой мы зададим начальное условие a nt что это такое за а вот эти а kt a it это какие-то действительные числа например 1 8 минус 15 4 и так далее окей вопросы на этом шаге есть какие-нибудь так но это начальные условия заданные относительно новых вот этих вспомогательных переменных 1 2 3 и так далее нам конечно нужно свести это в конечном счете к старой переменной к y как это сделать например чему будет равно y1 в точке x0 y1 это новая переменная а старая переменная как связана с y1 y1 это что такое просто y значит первое из этих начальных условий имеет вид сама неизвестная функция y в точке x0 должна быть равна какой-то константе a1 правильно так посмотрим на второе условие y2 в точке x0 равно a2 возвращаясь к старой переменной y2 это y какое как связано с y y' y' совершенно верно значит второе начальное условие сводится к условию наложенному на первую производную от нашей неизвестной функции вычисленной в точке тоже x0 опять же вопросы так ну давайте еще третье запишем y3 в x0 равно a3 соответственно y3 с индексом 3 как связано со старой переменной y3 равно чему совершенно верно значит третье условие на y3 это на самом деле условие какое на что накладывающиеся именно так и так далее мы будем накладывать вот эти начальные условия ограничения на все производные от y вплоть до какой y с индексом n соответствовало какой производной именно так мы должны наложить начальные условия на все производные на саму функцию на все ее производные вплоть до n минус первой теперь давайте подытожим что это означает это означает что если мы ищем частное решение дифференциального уравнения n порядка нам потребуется само это уравнение и ровно n начальных условий в одной и той же точке x нулевое вычисленные заданные на само эту неизвестную функцию и на все ее производные вплоть до n минус первой если хотите можем это записать как определение будем это записывать давайте давайте хорошо всегда хорошо иметь под рукой уже точное определение где все уже все необходимое скомпоновано вместе значит определение частным решением частным решением уравни дифференциального уравнения 2 называют такое решение которое удовлетворяет уравнению y n производная равна f от x y y штрих и так далее вплоть до n минус первой производной и ровно n начальным условием заданным в точке x0 y в точке x0 равно какой-то константе a1 y штрих в точке x0 равно константе a2 y 2 штриха в точке x0 равно константе a3 и так далее вплоть до n минус первой последней производной вычисленной в точке x0 точнее не вычисленной заданной в точке x0 при этом все начальные условия все начальные условия то есть вот все вот все эти n дополнительных условий которые дополняют наше уравнение вычисляются в одной и той же точке x0 и той же точке x0 которая должна разумеется принадлежать области определения например если она лежит не в области определения как мы с вами обсуждали в самом начале семестра у нас будут самые разные неприятности например у нас либо вообще не будет ни одного частного решения через эту точку проходить либо через эту точку могут проходить вообще все решения или по крайней мере бесконечно если не все то бесконечно много таких решений да ну и конечно все эти а и ты это какие-то действительные числа это не функции это просто числа они задаются изначально все а и ты задаются изначально исходя из условий задачи ну просто чтобы проиллюстрировать пример возьмем например второй закон Ньютона помните второй закон Ньютона что нам говорит он связывает ускорение тела с силами которые действуют на наше тело ну так вот если у вас дано например по второму закону Ньютона и давайте для простоты рассмотрим в одном измерении то есть предположим что у нас тело двигается по прямой но может двигаться с ускорением тогда у нас второй закон Ньютона имеет м а равно f зависящее от координаты от и от скорости ну еще может от времени окей вот теперь вспомните что что такое ускорение друзья кто помнит что такое ускорение если у нас наша задача описывает одномерное движение какого-то объекта тела например планеты кометы или человека на роликовых коньках который движется по прямой x масса объекта m вот вопрос как связано ускорение а с координатой тела x кто помнит там есть формула для уравнения равного скорого движения вы это имеете? не, не, нет я имею ввиду более простая вещь вот смотрите с точки зрения координаты x например скорость тела как вычисляется из координата x если координата x это какая-то функция зависящая от времени то как вычислить скорость если известно x от t какую простую операцию нужно сделать из математического анализа известную что сделать? что сделать? совершенно верно именно так именно вам нужно просто продифференцировать по времени вашу координату x то есть найти x штрих правильно? v это x штрих а ускорение это что такое? это вторая производная совершенно верно значит здесь ваш второй закон Ньютона можно переписать как дифференциальное уравнение вида масса вашего тела умноженное на x два штриха равно какой-то функции эта функция это есть суммарная сила действующая на ваше тело которая зависит от времени от x и от x штрих правильно? так а это что мы с вами получаем? какое уравнение? как его назвать? это обыкновенное дифференциальное уравнение какого порядка? второго порядка конечно это обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка почему я собственно и начал сегодняшнюю лекцию с того что в большинстве физических задач фигурирует не уравнение первого а уравнение второго порядка вот потому что второй закон Ньютона это уравнение второго порядка более того если мы ищем частное решение этого уравнения то нам нужно задать два ровно два начальных условия нам нужно к самому уравнению присобачить еще какие начальные условия условия на саму функцию в какой-то точке Т нулевое давайте назовем это Х нулевое и еще какое условие второе нам нужно на что наложить ну друзья у нас уравнение второго порядка на Х штрих конечно а что такое Х штрих еще раз ДХ по ДТ это какая физическая величина какая какая функция скорость то есть нам еще нужно задать начальную скорость и вот мы приходим к известному результату известному всем и интерес знаменитому еще со времен формулировки Ньютона если вы хотите задать траекторию вашего тела вам нужно задать начальное положение этого тела и его начальную скорость и теперь понятно почему именно эти две величины во первых потому что уравнение которое вы хотите решить второй закон Ньютона это просто-напросто дифференциальное уравнение второго порядка и значит ему нужно вот эти два ровно два условия во вторых они должны быть заданы в один и тот же момент времени в третьих они должны быть заданы на координату тела и на производную от этой координаты то есть на скорость вот вам и объяснение целого ряда любопытных закономерностей связанных с классической механикой вопросы? Очень хорошо теперь давайте поговорим про кстати если хотите можем нет давайте перед тем как давать пример все-таки имеет смысл поговорить наверное про самый простой тип дифференциальных уравнений n-ого порядка и уже на его примере станет все понятно и с общим и с частным решением поэтому давайте-ка посмотрим на сделаем такой небольшой подзаголовочек в рамках все того же кстати я забыл сказать это мы с вами сейчас работаем в рамках первого параграфа первый параграф общие определения я прошу прощения номер главы сказал и как она называется а как называется параграф забыл сказать итак значит вот в рамках этого параграфа давайте сделаем небольшой подзаголовочек самое простое уравнение n-ого порядка как будет выглядеть самое простое уравнение n-ого порядка самое простое но при этом не самое тривиальное оно выглядит следующим образом это n-тое производное от y равное какой-то функции зависящей только от x вот давайте поговорим про такое уравнение это будет у нас соответственно номер какой там номер номер 5 по-моему вопрос как решать такое уравнение ну давайте начнем с общего решения а потом поговорим и про частное решение чтобы это уравнение решить удобнее всего начать с самого простого то есть вспомнить что так означает что нам нужно взять n-ую производную от y вообще говоря что такое n-ая производная это означает что у нас нужно взять нашу функцию ее нужно продифференцировать n-1 раз а потом продифференцировать еще один раз то есть формально n-ая производная от y вот то что в левой части сидит ее можно переписать как производную dpdx от чего еще раз от y только n-1 n-1 раз продифференцированная правда согласны в том что это точности равно n-ой производной от y ага хорошо и вот это должно быть равно f от x в чем преимущество такой записи я думаю они очевидны давайте теперь формально работать y n-1 как с новой неизвестной функцией если мы это сделаем то наше уравнение сведется к просто уравнению первого порядка производная от неизвестной функции равна f от x чему тогда будет равна сама неизвестная функция ну очевидно дифференциал от нее будет равен f от x умноженный на dx а значит если мы проинтегрируем то y n-1 будет равна просто интегралу f от x dx правильно? и еще поскольку интеграл мы берем неопределенный мы что должны добавить? константу интегрирования более того мы знаем что у нас в ответе должно появиться ровно n таких констант значит каждой константе хорошо бы присобачить извините за выражение индекс вот здесь удобно взять c с индексом n-1 почему именно n-1 а не не начинать с n или наоборот с единички вы увидите в конце а почему это на самом деле удобно потому что тогда это позволит нам очень в красивую форму свернуть окей так пока вопросы есть пока вопросов нет хорошо теперь давайте посмотрим на получившееся уравнение 6 в этом уравнении у нас в правой части стоит функция от f от x ну от нее берется интеграл от исходной f от x плюс еще константа но все это будет какая-то новая функция ее можно обозначить если хотите буковкой f1 от x а в левой части стоит у нас опять производная n-1 от y мы можем поступить с ней так же как мы поступали с n-той производной от y то есть переписать ее как производную dp dx от чего от y n-2 совершенно верно и это у нас будет равно интеграл f от x dx плюс c n-1 давайте домножим обе части на dx и проинтегрируем что мы получим в результате yn-2 будет равен чему так во-первых у нас будет нам надо будет дважды проинтегрировать f от x давайте обозначим тогда вместо dx на dx напишем это как d2x чтобы подчеркнуть что это дифференциал от двойного интеграла плюс интеграл от константы n-1 по dx правильно плюс еще одна константа cn-2 теперь давайте посмотрим интеграл от cn-1 dx это очевидно чему будет равно константы минус совершенно верно итак n-2 производная от y оказывается включает себя вот таким вот образом сгруппированные константы и тут мы с облегчением видим что у нас не возникает вот той проблемы той ситуации о которой я говорил минут 10 назад у нас не возникает суммы двух констант нет эти константы умножены на разные функции одна из них на единичку а вторая на x и именно поэтому сумма вот этих двух слагаемых не слепляется в один ком с одной единственной константой вопросы хорошо тогда давайте еще один шажок сделаем давайте теперь перепишем левую часть еще раз отщепим одну производную тогда эта производная будет от n-3 производной и опять же проинтегрируем нашу левую часть по x yn-3 в результате будет равно чему ну очевидно теперь нам нужно будет взять интеграл от всего этого выражения от всех этих трех слагаемых это даст нам уже тройной интеграл от f от x d2x плюс интеграл от cn-1 на x по dx плюс интеграл от cn-2 по dx если мы вот это проинтегрируем то что мы получим чему будет равно yn-3 ну во первых у нас будет вот этот тройной интеграл кстати вы сильно не беспокойтесь тому факту что это тройной интеграл на самом деле на каждом шаге если бы это была реальная задача мы с вами реальную задачу рассмотрим но вот на каждом шаге у нас на самом деле будет возникать своя функция то есть вам не надо будет находить тройной четверной пятерной интеграл вам нужно будет просто однократно интегрировать и смотреть что это за функция получается что это будет за первоопротное но поскольку здесь мы не знаем как функция f от x выглядит поэтому нам приходится писать тройной интеграл так дальше интеграла цен минус 1 на x под и x очевидно будет равен да да плюс еще константа cn минус 3 правильно хорошее замечание спасибо итак что нам даст интеграл вот от этой суммы на x плюс cn минус 3 и вот здесь обратите внимание цен минус 1 пополам поскольку цен минус 1 это произвольная константа мы ищем общее решение вот это отношение тоже будет произвольной константой и это отношение можно просто переопределить как цен минус 1 окей это будет другая константа но это по-прежнему произвольная константа если мы это сделаем посмотрите что мы получим у минус 3 оказывается будет равно ну во первых вот этому тройному интегралу плюс константа cn минус 1 x квадрат плюс константа cn минус 2 на x первой степени плюс cn минус 3 вообще говоря на x нулевой степени вопросы хорошо ну тогда давайте по аналогии пропуская все остальные шаги дойдем наконец да просто и грека значит и грек будет у нас равен чему после того как мы отщепим последовательно все n производных у нас останется только y чему этот игрек будет равен можем ли мы это предсказать я думаю может оно будет равно во первых интегралу какому сколько штук интегралов у нас будет n n штук f от x на dn от x дальше у нас будет смотрите у нас во первых будет cn минус 1 при этом у нас множитель при cn минус 1 будет x какой степени как вы думаете как вы думаете если вы затрудняетесь если вы затрудняетесь да совершенно верно x степени n минус 1 все ли это видят прекрасно дальше у нас будет cn минус 2 умноженный на x какой степени x минус 2 n минус 2 да x минус 2 n минус 2 и так далее до тех пор пока мы не дойдем до последних слагаемых это будет соответственно c1 на x то есть x в первой степени плюс константа c0 обратите внимание сколько констант у нас теперь появляется n констант просто они нумеруются начиная с нулевой c0 c1 c2 и так далее вплоть до cn минус 1 более того поскольку мы таким вот хитрым образом определили константы и их нумерацию это означает что на самом деле вот эту вот всю сумму сумму из ровно n слагаемых мы можем свернуть в один единственный ряд и переписать наш ответ окончательный вот таком виде n кратный интеграл f от x d n x плюс сумма по k от 0 до n минус 1 c кратное на x в степени х и вот это и будет полным ответом общим решением нашей задачи вопросы отлично давайте тогда сделаем перерыв и на следующей паре если хотите мы можем начать с того что посмотрим хотя бы один примерчик на вот такую вот задачу на простейший тип дифференциальных уравнений этого порядка и посмотрим с частными может даже найдем частное решение а потом если опять же у вас ваш пыл не угас можем поговорить вот немного про ряды тем более что у нас подходящий случай у нас как раз ряд появился хотя и конечный ну что давайте значит я заканчиваю стрим так Эк.